В этом году традиционная акция «Десант славы» в селе Варваровка самая многочисленная. Десять команд представили школы и вузы курорта. Да и мероприятие юбилейное. Проводится десятый год. Соревнования открыли митингом памяти. Приехали дочери, сыновей героя и его правнуки. О подвиге русского капитана-десантника, героя Советского Союза Дмитрия Семеновича Калинина, погибшего вместе со своим отрядом при высадке в Варваровской щели, здесь знает каждый ребенок. Очень трогает отношение к памяти подвига нашего деда. И это заставляет нас быть более ответственными. Студенты и школьники возложили цветы к памятнику. Почтили погибших героев минутой молчания. Конев Александр Андреевич. У всех команд боевой настрой. Российский государственный социальный университет ежегодно принимает участие. Сегодня у нас собралась очень сильная команда, и мы все надеемся на победу. Но, конечно, не победа главная, а то, что участие, то, что мы сегодня возлагаем цветы и отдаем дань такому прекрасному событию, как победа в Великой Отечественной войне. Дистанция непростая. Горными тропами, в противогазах, с автоматами проходили по маршруту ребята. Соревнуясь в ловкости и меткой стрельбе, особенно важна взаимовыручка. Спасали раненого и несли его в лагерь. Для молодежи важен и кубок победителя, и доказать самим себе, что они поколения достойные героев-победителей. Я считаю, что Суко, она по Варваровку, своей малой родиной. Потому что нас родители еще сюда привозили с младенчества. И поэтому это мой второй дом. Гордость за то, что молодежь не забывает о погибших, о ветеранах. Завершился десант славы творческим конкурсом и по доброй традиции ароматной гречневой кашей у полевой кухни. Редактор субтитров А.Семкин